добрый день дорогие друзья вы смотрите хроники столяра любителя и сегодня я хочу вам рассказать как в преддверии праздника сделал вот такую форму для приготовления творожной пасхи форму сделал из обрезков липовой вагонки оставшиеся от строительства бани форма состоит из четырех деталей две пары одна с проушинами пара другая с ушами все это собирается на клинышки сделал вот такие дубовые клинышки для того чтобы зафиксировать детали относительно друг друга и также к форме прилагается еще донышко у которого есть ножки и дренажные отверстия для того чтобы все это установить и дать возможность лишней жидкости стечь вниз при приготовлении но сейчас покажу как это происходит вот приблизительно вот так ну вот в общем то вот такой проект выходного дня так сказать ну а кому интересно сейчас покажу как я все это делал вот собственно вагонка липовые остатки но первого-наперво конечно нужно убрать все эти замки которые есть по бокам этой вагонки и подготовить ламели к склеиванию для того чтобы не задействовать фуганок или рубанок вот на пол миллиметрика сдвигаю параллельный упор и вторым под проходом делаю чистовой рез который уже пригоден для дальнейшего склеивания ну вот а пока щит клеится нужно определиться с размерами что касается размеров прежде чем прийти к своим я в интернете на канале у евгеньевича нашел вот такие вот размеры которые он снял со старинной формы для пасхи за что ему кстати большое спасибо вот но посчитав объем который необходимо будет закладывать в такую форму я решил что два с половиной литра это многовато и значит вспомнив геометрию обратившись к помощи всезнающего интернета решил что буду делать форму с объемом 1 литр и так для моей формы необходимо 4 заготовки трапеции видных значит нижняя сторона 180 миллиметров верхние 90 под желтенькими я показал линии которые обозначают отсекают уже внутренний объем то есть у нас получится что внутри верхняя сторона 40 миллиметров а нижней 130 и высоту тоже 130 миллиметров и таким образом мы получим один литр внутреннего объема и так из этих четырех заготовок нужно сделать две пары заготовок в которых будут пазы вернее отверстия квадратные и проушины назовем их и также будут шипы которые будут в эти проушины вставляться проушины я решил сделать значит длиной 25 миллиметров отступив при этом 30 миллиметров от края заготовки и шириной 10 миллиметров потому что мой щит который я сделаю он будет толщиной девять с половиной миллиметров ну и соответственно на другой паре заготовок нужно сделать соответствующие шипы чтобы они вставлялись и отвечали верхней детали и и таким образом у нас соберется пирамидка который мы будем делать пасху и так щит готов вы я его на рейсмусе вывел толщиной девять с половиной миллиметров и сейчас размечаю для дальнейшего использования но при разметке конечно там накосячил немножко но главное напилить потом все ровно то есть сейчас я делаю четыре одинаковых трапеции по тем размерам как мы с вами уже определили и из двух трапеции надо сделать детали с ушами а из двух детали с проушинами вот сейчас на лобзике делаю боковинки с ушами ну просто-напросто отпиливаю лишний и в серединочке вот лишний кусочек убираем и получаем деталь с ушами а а для того чтобы сделать проушины просто-напросто по краям отверстие высвеливаю высверливаю десятом сверлом отверстие и опять же на лобзике убираю все лишнее клинышки из дубовой речки просто-напросто на шлифовальной машинке вывожу вот восемь таких клинышков но понятно я не буду показывать подробно всю шлифовку доведение до окончательных размеров это так понятно вот первый раз в жизни решил попробовать фрезой что-то написать галтельный фрезой решил в свободном таким таком стиле сделать пасхальную надпись хв христос воскрес но вот потом просто дремелем довожу то более-менее понятной кондиции но то же самое с православным крестом все это делаю в зеркальном отрав отображение чтобы потом на твороге все это отпечаталось так как положено фреза конечно у меня подожгла тут надо тренироваться но я первый раз вот это делал так что извините пожалуйста ну и донышко размечаю будущее отверстие с нижней стороны под ножки делаю глухие 4 штуки ножки сделал из мебельных шкантов 8 на 30 распилил их пополам по 15 миллиметров и все ну а дренажные отверстия понятно насквозь клеил я кстати и щит и ножки на клей тайтбон 3 который сертифицирован для контакта с пищевой продукцией так что в этом плане все экологически чисто ну вот собственно и все изделие давайте еще раз соберем все боковинки собираются в единую конструкцию фиксируются клинышками дубовыми все это выставляется на блюдечко на донышко выкладывается марлей ну а дальше хозяйка уже будет делать моя работа на этом закончена так что всем желаю добра хорошего аппетита и спасибо за внимание